Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события. В студии Светланы Кудрявцева я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Влюблен по собственному желанию. В России меняются правила внесения данных в паспорта. Штамп о регистрации брака и о детях до 14 лет теперь можно будет ставить по желанию граждан. Первоочередные задачи социально-экономического развития ПФО, связанные с отработкой поручений президента России Владимира Путина, ускорение реализации национальных проектов и достижение национальных целей, обсудили заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко и полпредпрезидентов ПФО Игорь Комаров. Дмитрий Чернышенко обозначил программы и инструменты правительства, в том числе существующие на площадке координационного центра, руководителем которого он является. Координационный центр правительства создан по поручению президента. На его базе ведется мониторинг эффективности исполнения поручений президента и премьера. Отслеживаются регионы по достижению национальных целей и отрабатываются инциденты. Это позволяет принимать оперативные решения в интересах граждан. В Самаре продолжаются масштабные работы по ремонту теплотрасс в ходе подготовки города к отопительному сезону. В связи с этим с пятницы 23 июля до понедельника 26 перекроют движение транспорта сразу на нескольких участках дорог в центральной части города. Теплотрассы будут прокладывать через перекрестки. Кроме того, предстоит замена трамвайных путей. Трамвай, троллейбусы и автобусы. Ряда маршрутов поедут в объезд. Подробности в нашем сюжете. В рамках модернизации теплотрасс подрядчики совместно со специалистами транспортной сферы подготовились к работам и связанными с ними перекрытиями движения транспорта. Временно по измененным трассам проследуют трамваи пяти маршрутов. Первый, третий, четвертый, шестнадцатый и двадцать третий. На время перекладок теплосетевых объектов движение по маршруту 18 будет приостановлено. Также с пяти утра пятницы 23 июля до шести утра понедельника 26 июля изменится схема движения еще одного вида электрического транспорта. В объезд пустят троллейбусы семи маршрутов. Шестого, шестнадцатого, четвертого, двенадцатого, пятнадцатого, семнадцатого и двадцатого. Кроме того, с пяти утра пятницы до пяти утра понедельника изменится направление движения автобусов маршрутов 52, 53, 56, 226 и 207. Все это связано с масштабными и сложными работами. Трубопроводы будут обновлять, протягивая их через проезжую часть дорог. Речь идет о нескольких улицах и перекрестках. Так, перекладки запланированы на улице Садовой, на улице Некрасовской, в районе пересечения с Ленинской, на улице Красноармейской, включая перекресток с улицы Огибалова, а также на двух отрезках Клинической. Подробнее со схемами ограничений движения объезда можно ознакомиться на официальном сайте администрации Самары. Основной объем работ по ремонту и техническому перевооружению теплотрасс придется на ближайшие выходные. Такой подход не случайен. График сформирован так, чтобы минимизировать неудобства для горожан. Ведь в выходные многие уезжают на отдых, на дачи, за город, и движения не столь интенсивные, как в будни. Напомним, по аналогичному алгоритму работали во второй декаде июня, когда трубы теплосетевых объектов обновляли в районе улиц Авроры-Печорской, Мяге-Мариса-Тореза, проспекта Кирово-Береговой. Тогда за выходные единые команды успели сделать все, и транспортное сообщение в привычном режиме возобновилось даже раньше намеченных сроков. Всего же в этом году в Самаре запланирована перекладка труб на 52 объектах, причем на некоторых по несколько участков. Все они к текущей неделе взяты в работу. У нас есть три-четыре школы, которые попадают, где будут вестись перекладка. Одна школа «Успех» на тополе, значит, работает для того, чтобы 15 августа уйти оттуда. И школа была готова у нас в районе Карбашево, Мэри-Тореза, есть перекладка, где тоже школа. Одну мы школу знаем в районе 46-й. Это наверху здесь Советская армия и Новосадовая. И одна школа располагается в границах улицы Революционная, Карла Маркса и Третьего проезда. Работам по переходу теплотрасс через перекрестки также уделяется повышенное внимание, поскольку они связаны еще и с разработкой трамвайных путей. В связи с перекладкой трубопроводов будет производиться демонтаж рельса шпальной решетки. В дальнейшем пути восстановят. Производится ее монтаж обратно. Стараемся заменить все материалы на новые. То есть ставим новые шпалы, ставим новый крепеж, рельсы меняем на этих участках, чтобы каким-то образом поставили новые трубы, а мы заменили свое путевое хозяйство. У нас все есть, бригады полностью готовы. Начальник службы пути распределил эти силы, потому что для нас это впервые. Обычно там одно закрытие трамвайных маршрутов, а это сразу три, причем одновременно и в одно и то же время, в те же самые сроки. Профильные службы нацелены на качественную и при этом оперативную работу, чтобы как можно быстрее справиться с задачами, восстановить благоустройство и возобновить движение по участкам уже к утру понедельника. Специалисты заверили, они постараются приложить все усилия к тому, чтобы городской пассажирский транспорт вернулся на привычные трассы следования как можно раньше. Виктория Шарая, Мэри Елчан, Василий Колдашов. События. Больше 130 дополнительных мест для детей разного возраста. На улице Ташкентской в Самаре продолжается строительство детского сада. Совсем скоро подрядчик закончит внешние работы и приступит к отделке помещений. Возводят дошкольные учреждения в рамках национального проекта «Демография». На месте строительства побывал Михаил Ермоленко. С апреля текущего года на улице Ташкентской кипит работа. На месте бывшего пустыря возводят двухэтажный детский сад на 132 места для дошкольников всех возрастов. Здесь реализуют современную технологию размещения помещений для учащихся. Каждую детскую группу разделят на ячейки по три на каждый этаж. На первом для детей от года до трех лет. На втором для ребят от трех до шести. В этих помещениях будут находиться все необходимые объекты. Раздевалки, игровые комнаты, место для приема пищи, спальни, а также туалеты. Перемещаться между этажами можно будет как по лестнице, так и на лифте, который установят чуть позже. Также для каждой ячейки предусмотрены отдельные вход и выход, что облегчит эвакуацию детей и воспитателей в случае чрезвычайной ситуации. Он в себе воплотил все веяния современные в плане интерьера, экстерьера и требований нормативных документов. Например, на данном объекте уже используются грузоподъемные механизмы для подачи пищи детишкам, которые будут на первом и втором этаже. То есть абсолютно удобство, никаких лестничных маршей, никаких стыкновений потоков. На сегодняшний день рабочий заканчивает возведение несущих конструкций здания. Через некоторое время приступит к отделке. Работает подрядчик с опережением сроков. Мы сейчас ведем инженерные сети параллельно сразу. И монолитку закончили, и сразу же ведем вокруг инженерной сети дренажная система, вода, канализация, отопление. Все это надо закончить до неблагоприятной погоды. Почему мы сейчас идем на опережение? Уже к концу года детский сад обещают сдать в эксплуатацию. В районе подрастают его первые постояльца. Постройка детского садика в этом районе нужна. Вот соседи у меня живут, они говорят, вот сюда будем устраиваться. У них малыш уже подрастает. Возводят детский сад в рамках нацпроекта «Демография». Строительство всех социальных объектов в области на особом контроле губернатора Дмитрия Азарова. В своих выступлениях он не раз подчеркивал, что жилье в регионе должно строиться параллельно с социальной инфраструктурой. Дорогами, детскими садами, школами и другими объектами, необходимыми для комфортного проживания людей. Михаил Ермоленко, Григорий Плешаков. События. В Самарской области продолжается подготовка к единому дню голосования. Как провести все три дня выборов в Государственную Думу и региональный парламент открыто и честно, обсудили на круглом столе в рамках работы штаба независимых наблюдателей. Ольга Хомракулова с подробностями. Как избежать незаконной и скрытой агитации за политические партии и сделать так, чтобы все три дня выборов в Государственную Думу и региональный парламент прошли открыто и честно. Все это на повестке круглого стола старые и новые риски нарушений избирательного законодательства в ходе выборов 2021 года в рамках работы общественного штаба наблюдения за выборами. Не допускать незаконной агитации ни по срокам проведения этой агитации, ни по способу, по методам раздаривания подарков с высшей суммой, предусмотренной законодательством. Наша цель, конечно, разъяснять населению, что не возникает никаких обязанностей за полученный подарок. Коснулся вопрос и административного давления. Никто не может препятствовать политической свободе граждан, а под спорьем для этого выступят избирательные комиссии и суды. Нужно только соблюсти политическую этику, законодательство и запастись доказательной базой. Кроме того, впервые в истории мировой практики онлайн-трансляция процесса выборов продлится в течение всех трех дней голосования. Для этого задействуют более 100 тысяч камер. Это в два с половиной раза больше, чем на предыдущих выборах. Трансляция будет осуществляться на служебном портале. Доступ к нему будут иметь все участники политического процесса. Сама же запись с камер видеонаблюдения будет храниться в течение одного года. Я думаю, что предпринятые меры Центральной избирательной комиссии по введению и в этот раз видеонаблюдения – это положительная мера. Она имеет под собой, прежде всего, предупредительную функцию. И наличие камер дисциплинирует всех участников избирательных отношений. Но самое главное – это профессионально подготовленные наблюдатели. К настоящему моменту штабам обучены свыше пяти тысяч человек, которые будут осуществлять наблюдения на избирательных участках в ходе выборов. Напомним, общественный штаб наблюдения за выборами начал свою работу в марте этого года. Председателем стала член Общественной палаты региона Галина Николаева. Сопредседателями – председатель комиссии по вопросам законности правам человека взаимодействия с судебными и силовыми органами Общественной палаты Виктор Полянский. А также эксперт комиссии Владислав Волков. В состав штаба вошли 15 человек. В том числе и генеральный директор телеканала «Самара ГИС» Елена Кольцун. Ольга Хомракулова, Николай Епифанов. События. За сутки в Самарской области зарегистрировали 301 случай заражения новой коронавирусной инфекцией. Число заболевших в регионе – 72 946. На всех предприятиях региона проходит вакцинация. Прививочные пункты организовывают прямо на рабочем месте, чтобы не прерывать процесс. Андрей Горгуленко продолжит. У бригадира поварского цеха Самарской пекарни Светланы Слепцовой несколько родственников и знакомых тяжело перенесли коронавирусную инфекцию. Поэтому, думая о здоровье своем и своих близких, решила сделать прививку. А тут как раз и пункт вакцинации организовали прямо на рабочем месте. Во-первых, не отрываясь от производства. И дело в том, что мы работаем по два дня, два дня выходных, быстрее, быстрее. И очень удобно никуда не идти и не заморачиваться, как говорится. Так как на производстве работают посмены, поэтому, чтобы охватить весь персонал, и вакцинацию проводят в два этапа. Одну бригаду прививают в один день, других сотрудников – на следующий. Для безопасности наших сотрудников было принято решение, что вакцинировать на рабочем месте, чтобы было удобно. Потому что у нас есть сотрудники, которые не живут в Самаре. Например, это и Чапайск, и Макубишевск. И в одном едином центре собрать и сделать первую часть вакцины. Организовать выездной пункт вакцинации на предприятии удалось при поддержке администрации Самарского района. Мы ведем активную работу со всеми учреждениями, организациями районов по вакцинации. Привлекаем медицинские учреждения, находящиеся на территории района, для того, чтобы сотрудникам учреждения было проще, не отрываясь от производства, проходить вакцинацию. Привозим врачей и, соответственно, организуем вакцинацию по месту работы. Кроме того, в Самарском районе предприятиям, которые полностью привили своих сотрудников, выдается бонусная наклейка, чтобы жители знали, что могут пользоваться услугами организации, совершенно не опасаясь за свое здоровье. Сейчас в районе пять таких учреждений. Андрей Горгуленко, Николай Сидоров. События. За подделку сертификатов о вакцинации против COVID-19 или продажу подтверждающего вакцинацию документа с присвоением несуществующего QR-кода предусмотрена уголовная ответственность. Причем привлекаются обе стороны. Максимальное наказание за подделку и сбыт сертификата о вакцинации – до двух лет лишения свободы, а за покупку и хранение – до одного года. Не стоит также забывать, что приобретая подобные сертификаты, вы передаете неизвестным свои персональные данные. Полиция призывает самарцев сообщать о фактах подделки по телефонам дежурных частей городских и районных УВД. Номера телефонов можно найти на официальном сайте ГУМВД России по Самарской области в разделе «Контакты». Кроме того, оставить обращение можно на сервисе приема обращений сайта 63.mvd.rf. Количество самозанятых граждан в Самарской области превысило число индивидуальных предпринимателей. Об этом сообщил министр экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов. Режим налогообложения в виде налога на профессиональный доход введен с прошлого года и уже показал свою востребованность. Сейчас в Самарской области зарегистрировано 66 100 самозанятых, что на 2000 больше числа индивидуальных предпринимателей. В топ-5 видов деятельности по количеству плательщиков налога на профессиональный доход вошли транспорт 11,6%, строительство почти 7,5%, чуть более 7% прочие услуги, услуги салонов красоты 6,8%, услуги репетиторов около 2,5%. Самозанятые наравне с предпринимателями могут пользоваться всем комплексом мер поддержки от консультации, образовательных программ до получения финансовой поддержки и продвижения продукции. Гарантийный фонд Самарской области разработал специальные финансовые продукты для самозанятых в виде займа до 500 тысяч рублей сроком до двух лет по ставкам 2,75% и выше. Эфир продолжит новости экономики. Расскажет о них Виктория Шарая. Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Почему льготная ипотека больше не пользуется у россиян успехом? Изменились условия и спрос рухнул сразу на 60%. Остановлюсь на этом подробнее сразу после курса валют. Курс доллара на 23 июля 73,69 рубля. Европейская валюта впервые 6 июля ослабла и заняла позицию ниже 87 рублей. Правда, незначительно. Сейчас евро стоит 86 рублей 92 копейки. Нефть марки «Бренд» торгуется на отметке 72 доллара 88 центов за баррель. Льготная ипотека на новых условиях оказалась не нужна россиянам. Спрос рухнул на 40-60%. Напомню, с 1 июля ипотеку перезапустили на новых условиях. После обновления программы максимальная ставка по льготному кредиту выросла с 6,5 до 7%. А предельная сумма займа для всех регионов уменьшилась до 3 миллионов рублей. Раньше для жителей Московской области она доходила до 6 миллионов. Поэтому больше всего именно они утратили интерес к льготной ипотеке. Но, как отметили девелоперы, в Москве снижение было небольшим, так как в столице оформляют ипотечные кредиты в среднем на 15 миллионов рублей. Они под госпрограмму не попадали и ранее. Застройщики в Ленинградской и Тюменской областях сообщили, что в июле число заявок упало на 25,30%. Соответственно, на Кубани продажи снизились на 40%. В то же время участники рынка настроены оптимистично. К концу этого года они ожидают рекорда по продажам новостроек. С осени одежда и обувь в России начнут дорожать. Продавцы прогнозируют рост около 10-15%. Но к началу 2022 года подорожание составит 18-20%. Основной причиной называют стоимость морских грузоперевозок из Азии в Европу. На фоне пандемии, вызвавшей сбой в работе портов в Китае, цена трансфера выросла в 5-6 раз. Кроме того, на 35% подорожал хлопок. Сильно повысились цены на эластан. Лучшее синтетическое волокно на рынке скупили американцы. И это вызвало дефицит и подъем цен на него. Некоторые ритейлеры, балансируя в регулировке моржи и расходные части, стараются удержать цены. Но и они отмечают, что не смогут делать это бесконечно. Также подорожали стройматериалы дерева и металл. Цены на них бьют рекорды. Министерство сельского хозяйства России обсуждает меры по снижению цен на овощи. 21 июля на обострение ситуации с ценами на еду в стране обратил внимание президент России Владимир Путин. Он отдельно указал на подорожание овощей для так называемого борщевого набора. По данным Росстата, морковь подорожала на 37%, картофель на 20%, капуста на 14%. С целью борьбы с подорожанием предложено увеличить число ярмарок в регионах. Местным органам, занимающимся управлениями аграрно-промышленным сектором, поручено решить вопросы с логистикой. Больше половины таких овощей, как капуста, лук, морковь и свекла, овощи открытого грунта, реализуются через трейдеров и посредников. Из-за этого цена для покупателей растет. Например, у аграрии в капуста стоит 18 рублей, а в рознице 40 рублей. Для решения задачи по оптимизации способов доставки производителям прозвучало предложение субсидировать логистику. Это позволило бы снизить цену на полках и повысить рентабельность бизнеса. Небольшим хозяйством работать с торговыми сетями трудно из-за их высоких требований, а посредники могут брать на себя первичную обработку овощей. Это были новости экономики. Контролируйте ваши финансы. Штампы в паспортах обнулили. Сведения о браке и наличии детей, которые заносят в главный документ гражданина, могут стать пережитком прошлого. Теперь эти данные будут вносить в паспорт лишь по желанию его владельца. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Эксперты полагают, что нововведение как упростит жизнь россиян, так и добавит проблем. О плюсах и минусах расскажем в сюжете. В России изменили правила внесения данных в паспорта. Обязательными будут только отметки о регистрации по месту жительства и снятии с учета, а также об отношении к воинской обязанности. Информацию о ранее выданных документах, удостоверяющих личность и загранпаспортах, вносить не будут. Необязательными также останутся отметки о группе крови, резус-факторе, идентификационном номере налогоплательщика. Но самое главное, что вызвало волну обсуждений в интернете, это отмена штампа о регистрации брака и наличии детей. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. По словам экспертов, это нововведение – лишь один из шагов в сторону создания электронного реестра граждан. Ведь в будущем бумажные паспорта тоже станут пережитком прошлого, их заменит пластик. На сегодняшний день, пока реестр не запущен, работа с этим, конечно, ведется. И поэтому правительство пришло к правильному выводу, что многие данные в паспорте, они как бы уже и не нужны. Это первый момент. Второй момент – вот эти данные в паспорте про супругу, про детей особенно, ведь их видят даже те, кому их и не нужно видеть. Ну, например, берем мы с вами кредит, какую-то сделку заключаем, все данные о нашем супруге, о наших детях становятся известны на другой стороне. Другая сторона их может копить, собирать и, соответственно, продавать. И поэтому возникают такие ситуации, когда нам звонят мошенники и говорят, что ваш сын попал в ДТП, срочно перечислите. Однако есть у этой медали и другая сторона. Отмена штампа о семейном положении добавит хлопот тем, кто занимается оформлением сделок с недвижимостью. Чтобы проверить покупателя или, наоборот, проверить продавца, нам будет непонятно, замужем, женат он, не женат. И, соответственно, будет ли супруга, которая не участвует в сделке, потом по этому поводу выражать свое недовольство в суде. В скором времени, я думаю, этот момент тоже учтут. Наверняка внесут изменения в правила регистрации недвижимости, где орган власти будет делать автоматом запрос по сторонам сделки и смотреть, супруги там фигурируют или не фигурируют. Могут также возникнуть сложности у родственников, которые, например, захотят попасть в реанимацию, поскольку жену или мужа могут пустить только после официального подтверждения брака, а врачи в больнице вряд ли будут самостоятельно искать такую информацию. Придется всегда иметь при себе заверенную копию свидетельства о браке. А вот тем, кто только планирует создать семью и хочет узнать статус своей второй половины, придется уповать только на взаимную честность, поскольку проверить по паспорту, как раньше, уже не получится. Светлана Кудрявцева, Максим Гусев, События. Провести отпуск с пользой для природы. Активисты-общественники предлагают самарцам отправиться за Волгу, жить в палатках и убирать мусор, который прибивает к берегам. А в качестве бонусов – вечерние мастер-классы и йога. Подробности в нашем сюжете. Это так называемый наплавной мусор. Его сюда приносит вода с берегов. Отличный вариант отдыха с пользой для природы. Решили волонтеры и отправились за Волгу на острова убирать мусор. Самарские общественники выиграли президентский грант, закупили палатки и пригласили всех желающих очищать берега. Чтобы заинтересовать волонтеров, каждая смена, которая длится неделю, тематическая. Подготовка общественных инспекторов, сбор лекарственных растений и здоровый образ жизни. 30 лет он копился в лесах, в полях, на лугах, в оврагах. И сегодня пришло время убрать этот мусор. Поэтому мы собрались с друзьями, единомышленниками и по мере сил боремся с этой проблемой. Сегодня поведение людей намного более ответственно, чем 10-15 лет назад. Поэтому наш вклад в экологию, в дело охраны окружающей среды, сохранение Волги, он будет ощутим. Анализы показывают, что состояние воды, воздуха и почвы в местах скопления мусора существенно хуже, чем на основном русле реки. Поэтому результат он, эффект очевиден. С начала лета работы идут на острове Проран, где так любят отдыхать самарцы. Ежедневно волонтеры собирают не менее 300 килограммов мусора, которые принесли волны. За полтора месяца большая часть работ завершена. После первых смен вывезли 5 тонн. Мусор сортируют на стекло, железо, пластик и прочие отходы, чтобы сдать на переработку. То, что не подходит на вторсырье, везут на полигон. Принять участие в проекте и провести отпуск с пользой для родного края могут все желающие. Информация о графике заездов размещена в соцсетях. В этом году природа начала себя вести, так подсказывая человеку, что, видимо, хватит надо мной издеваться, то, что он в последнее время делал. Поэтому мы здесь, поэтому мы помогаем природе. Как я всем сказала, все, мы уезжаем спасать планету. На следующей неделе лагерь переедет на новое место на остров Голодный. Там запланированы еще две смены, в течение которых можно будет не только очистить берега, но и бесплатно обучиться гребле и управлению яхтой. Виктория Шарая, события. Шесть видов спорта признали олимпийскими. Такое решение принял Международный олимпийский комитет на 138-й сессии организации в преддверии Игр-2020 в Токио. МОК полностью признал Международный союз черлидинга, Международную федерацию ассоциаций Муай-Тай, Международную федерацию самбо, Международную федерацию айсшток спорта, Всемирную ассоциацию организаций кикбоксинга и Всемирную федерацию лакросса. Новые олимпийские виды спорта могут войти в программу Игр в Лос-Анджелесе в 2028 году. На этом наш выпуск завершен. Все наши новости читайте на официальном сайте Самары ГИС в нашем телеграм-канале и на страницах в социальных сетях. Будьте здоровы, всего вам самого доброго и до встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова